Первый учебный день позади. Школьники из Курской области, прибывшие в Волгоград 7 сентября, уже пошли в школу. А до этого освоились в загородном оздоровительном центре. Мне все нравится. Тут прикольно. Разные мастер-классы. Вкусно кормят. Хорошие воспитатели. Хорошая вообще тут природа. В школе очень много чего-нибудь. Воспитатели хорошо объясняют. Потом все у них в кабинетах хорошо. С кем познакомьтесь? Практически со всем классом. Все нравится здесь. Во что играете, когда время свободное? Догонялки. А футбол есть? Да. В Волгоградской области было подготовлено все для проживания и обучения ребят. Их обеспечили учебниками, канцелярскими принадлежностями, горячим питанием. Часть досуговой программы разработана специалистами детского отдыха и оздоровления. Вся Россия, вся страна знает ситуацию с Курской областью. Я думаю, брошены все силы всех государственных учреждений. Наши учреждения тоже не осталось в стране. Мы будем заниматься с детьми. То есть будет группа психологов выезжать сюда регулярно, проводить диагностику, проводить различные коррекционные занятия, чтобы дети смогли на вот этот временный этап как-то адаптироваться к новым условиям. И с меньшими потерями в эмоциональной сфере вернуться домой. Программа пребывания весьма насыщенная. Во внеурочное время для детей предусмотрены занятия в секциях и кружках, экскурсии и освоении новых навыков. Я уже много чего видел. Это самое интересное место. А куда хочешь еще попасть? Ну тут и Волга. Мне на статую хочется посмотреть. Мать родина. Да. Я увлекаюсь футболом, греко-римской борьбой и могу сыграть на баяне. А здесь есть для тебя что-то? Ну футбол. Есть скалодром. Хочешь, да, этим заняться? Уже занялся. Познакомилась с одноклассниками, с девочками, когда ближе общаемся. Мне очень понравилось. Было интересно. Были новые знакомства, учителя. Детей сопровождают педагоги и медперсонал. С курскими школьниками будут работать не только воспитатели, но и специалисты здравоохранения. Каждый ребенок пройдет медосмотр, а при необходимости получит дополнительную врачебную консультацию. Приехали мы седьмого. Нас встретили очень хорошо. К нам отнеслись с таким пониманием, с такой любовью. Сегодня у детей уже полноценный учебный день. У нас есть расписание, у нас есть режимные моменты. Мы держим связь с родителями. У нас есть чат родительский. Родители очень волнуются, переживают. Мы с ними круглосуточно на связи. Дети из Курской области пробудут в нашем регионе столько, сколько потребуется. Волгоградская область уже имеет опыт приема и размещения жителей территорий, граничащих зоной проведения СВО. Так, в апреле 2024 года в Волгограде встретили школьников из Белгородской области. В 2022 году жители Луганской и Донецкой народных республик. Сегодня у нас, несмотря на то, что пошел дождь, все равно у детей занятость. Они смогли с утра до учебного времени встать, сделать зарядку, собраться в школу. Такой очень ответственный для них момент. Потому что есть у нас один ребенок, который вообще пошел первый раз в первый класс. Получили пакет констоваров, необходимых для обучения. И вот приехали сейчас после школы, после окончания уроков в лагерь. И будут заниматься дополнительным образованием. То есть сегодня вот конкретно у них будет прикладное творчество и занятия на команду образования. Вообще вот за 4 дня пребывания дети побывали уже у нас и на веревочном городке. Освоили основы туризма, альпинизма на скалодроме. Пели бардовские песни. Была, конечно же, дискотека, куда без нее это, любимое детское занятие. Ну и ожидается большая экскурсионная программа. Мы на курсах по краеведению, которые мы успели детям провести, по истории Волгоградской области. Они, знаете, такое нетрадиционное желание. Обычно все хотят мамай в курган, а многие дети высказались. Покажите нам, пожалуйста, Волгу. Мы никогда не видели Волгу. Мы очень хотим на нее посмотреть живую. И мы уже договорились с Волгоградским речепортом. Мы организуем прогулку для этих деток. Прогулку на теплоходике Москва по Волге. И они смогут насладиться видами нашего города со стороны реки. Задачу по оказанию всесторонней помощи и поддержке жителям Курской области поставил губернатор Андрей Бочаров. Исходя из первоочередных потребностей по согласованию с курскими властями, регион оперативно сформировал и отправил в пограничные зоны уже несколько гуманитарных конвоев. Екатерина Алтухова, Татьяна Крючкова, Сергей Григоренко, Алексей Алтухов. Волгоградская правда. Продолжение следует...